Самое время поговорить о такси. Как тебе? Нелегальных перевозок, кстати, в Крыму у нас довольно много, особенно связанных с такси. И я по некоторым источникам видел, что достигает 90% водителей, которые игнорируют обычные стандарты. Вот подробнее на эту тему нам расскажет Андрей Викторович Козырь, член общественного совета при Министерстве транспорта Республики Крым. Приветствуем вас. Могли бы сказать правильно, угадал ли я или меньше, или больше у нас нелегальных как раз-таки таксистов? Доброе утро всем. Доброе утро. Здравствуйте. Да, действительно, на рынке такси в Республике Крым больше на данный момент сегодня нелегальных перевозчиков. Различные схемы используются. Вот какие? Чтобы подмена понятия, подмена трудовых отношений. Но на данный момент все-таки мы промониторили этим летом, осенью, рынок в помощь Министерства транспорта Республики Крым. И выводы, конечно, кладутся в 90-95% это нелегальные перевозки. Это как, в принципе, допустимо или с этим нужно бороться? С этим нужно бороться, с этим нужно что-то делать. Цифра-то огромная. Вот. Профсообщество выступает с предложениями о наведении порядка. Какими предложениями? Мы, конечно, за укропление предприятий. Мы выступаем, я имею в виду профсоюз, который я представляю, это профсоюз таксистов Республики Крым, за государственное регулирование. Чтобы государство регулировало. На данный момент очень сложно государству регулировать в связи с тем, что помогать легальным перевозчикам. Фактически невозможно сейчас конкурировать с нелегальными перевозками. В связи с тем, что, первое объясню, что на рынок вышел у нас агрегаторы, это диспетчерские службы по перевозке заказов, которые на данный момент в правовом поле не урегулированы. Нет такого вида деятельности, служба передачи заказа такси. И вот они сейчас диктуют условия. Да, без них мы уже не можем, мы это уже привыкли. Очень удобно пассажиру, и мы, конечно же, за взаимодействием. Правильно я понял? То есть я просто сам с ребятами общался, есть сервис, то есть человек сделал заказ машины, ему приехала машина, то есть этот сервис ему предоставил, и сервис как бы даже не знает, кого он предлагает. Просто смотрит, там есть, если не ошибаюсь, рейтинг у каждого автомобиля, и как-то подбирается, куда можно ближе поехать. Вот объясните, как это все работает. Да, на сегодняшний день ОКВЭДа, вида деятельности такого нет, как я уже сказал, и большей части диспетчерские службы у нас в Республике Крым, не только на материковой части, являются организаторами нелегальных перевозок. Задача ихняя, как можно больше продать заказов и заработать деньги. И это нормально для бизнеса. Вот только вот со стороны пассажиров мы смотрим, что это небезопасно для пассажиров. Были ли у нас из них вратит? Можно, да, я спрошу, как, почему небезопасно? То есть, вроде приехала машина, чем она отличается от другой? Пассажир, звоня в службу заказа такси, как ее рекламируют, он думает, что он вызывает такси, и к нему приезжает таксист. Но служба заказа передает заказы любому водителю, который зарегистрировался в ихнем предложении, даже не имея иногда прав. Это есть такие случаи, которые подтверждают. Даже иногда без водительского удостоверения? Без водительского удостоверения или лишены ранее там за вождение в алкогольном состоянии. Есть и такие случаи, вот этим летом уже выявляли такие. А бывали ли у нас случаи каких-то перевозок с криминальным финалом? Чтобы прямо вот мы сказали, была вот такая история, не пользуйтесь нелегальным такси, такой человек. Все, не хочу, чтобы такое со мной случилось, и буду пользоваться только вот легальным. Это регулярно происходит, конечно, и вещи забывают, и угрожают пассажирам таксисты. Ведь мы не знаем, кто работает в такси. Любой, кто захотел этим заниматься, может быть, у него какие-то другие умыслы, не сколько зарабатывать на перевозках, а на преступной деятельности. Поэтому в этом плане он не контролируется. И поэтому это очень страшно, и поэтому мы обращаемся к пассажирам. Как исправить это? В первую очередь это государственное регулирование. Это вот мы считаем, что необходимо принять нормативные акты, урегулировать все-таки всех участников перевозочного процесса. То есть по факту сейчас нормативных актов, которые позволят как-то на них воздействовать, нет? Есть. Но в чем проблема? Есть законы. Не все участники сейчас в правом поле. Необходимо узаконить понятие, кто такой агрегатор такси, кто передает заказы. Урегулировать статус его, кто он, перевозчик или кто он, просто посредник. И вменить ответственность. Ведь за передачу заказа запрещена нелегальному перевозчику, нелегальному таксисту. А вот ответственности нет. И этим пользуются бизнесмены, этим пользуются. А как обезопасить себя тогда? Вот я вызываю такси, и как понять, легально, но нелегально, документы попросить. Это объявление по всему городу. Конечно же, пассажир вправе потребовать, попросить водителя, который к нему приехал, предъявить разрешение, правила пассажирских перевозок, любые документы, которые требуются для, согласно закону, про защиту пара пассажиров. Не, ну так-то обычно, когда мы заказываем такси, согласитесь, мы очень торопимся, и времени уточнять у нее разрешение нет. И дешевое такси, больше потребителю удобно. Но не всем дешевое, тем удобнее. Это безопасно, да. Ну вот, допустим, Андрей Викторович, у нас сейчас слушают наверняка и многие эти 90% водителей, и многие из них возмущаются, думают, как это так, что нас хлеба хотят лишить. Вот как это будет происходить, на ваше усмотрение, процесс адаптации? Или если резко примут такой акт и скажут, что так и так, вот нужно только обязательно вот так вот действовать, у нас, получается, 95% 90% таксистов пропадет? Нет, никуда не пропадет, просто необходимо зайти в правовое поле, как говорится, прийти к этому единому стандарту услуги, предоставления услуги. Ведь это не было так. Было же раньше, было нормально, лицензии были, все документы, где большей части так и ездило. Просто тот участник рынка, который сейчас зашел и передает заказы, и пытается заработать, как можно больше, на водителях, на пассажирах, он и диктует эти условия. По большому счету, мы со своей стороны профсоюза, профсообщества ведем к тому, что водителям необходимо соблюдать все требования, помогаем государству, проведение вот этих мероприятий, круглых столов, несем инициативы. И поэтому, в принципе, надеемся на то, что все это рано или поздно встанет на свое русло. Наше предложение на данный момент рассматривается также законопроектно-федеральном уровне о создании и у нас в регионе регионального оператора данных, где бы со всех ведомств сходились данные в рамках цифровой экономики. То есть создание цифрового профиля автомобиля. Какой он должен быть, автомобиль? Правильно ваш вопрос? И оно в электронном виде должно было видно. Цифровой профиль водителя такси. То есть пассажир, когда садится, вызывает. Ему уже видно в его же приложении, какой автомобиль приедет, соблюдаются ли все требования. Водитель законно-незаконно имеет право. Во сколько он вышел? Прошел ли он медосмотр? Здоровый он вообще. Прошла ли машина техосмотр? Техосмотр, конечно, совершенно верно. Но это же не только будет полезно и для пассажира, но и для водителя также. То есть водителю предоставляются какие-то гарантии, я не знаю. Ну то есть что ему, какие бонусы за то, что вот они войдут в правовое поле России? Полностью с вами согласен. Ведь те водители, которые соблюдают закон, стараются в рамках правового поля работать. И ведь им интересно, они приветствуют эти контрольные закупки, проверки и так далее. Потому что, говорит, мы зарабатываем. Когда меньше на рынке нелегалов, мы нормально зарабатываем. Хорошо. Андрей Викторович, благодарю вас за ваши ответы и за ваши инициативы. Я думаю, много курьезных случаев, связанных с таксистами, можно увидеть на просторах интернета. Но вот то, что сейчас можно наблюдать, подготовили подборку наши коллеги. Так что предлагаю посмотреть вместе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!